Уважаемые слушатели курса управления эксплуатационной работой железной дороги, сегодня у нас лекция номер 7, организация работы сортировочной горки. В рамках этой лекции рассмотрим три вопроса типа сортировочных горок, технология работы сортировочной горки и нормирование элементов горочного цикла. По первому вопросу, сортировочные горки являются основными сооружениями по расформированию и формированию составов на сортировочных станциях. В зависимости от перерабатывающей способности и числа путей в сортировочном парке, проектируют сортировочные горки большой мощности, более 5000 вагонов в сутки перерабатываются на этих горках, и 30 путей и более в сортировочном парке. Средней мощности от 2000 до 5000 вагонов переработка, 17-30 путей в сортировочном парке. но и малой мощности от 250 до 2000 и до 16 путей в сортировочном парке. Отличительная особенность горки от других сортировочных устройств, применяемых на станции, заключается в том, что группа вагонов, называемых ацепами, скатывается с нее на пути сортировочного парка под действием собственной силы тяжести. На горках большой мощности работают, как правило, 2, 3, а иногда и более горочных локомотивов. Высоту горки рассчитывают по условиям скатывания одиночного вагона с плохими ходовыми свойствами, называемого плохим бегуном. Тормозные устройства и режимы их использования рассчитывают из условий скатывания одиночного вагона с очень хорошими ходовыми свойствами. Очень хороший бегун. Основным элементом сортировочной горки является ее путевое развитие в плане профиля, которое представлено у вас на рисунке 7.1. Горка состоит из надвижной и спускной частей. Точка 1 с наибольшим возвышением называется вершиной горбом горки. Надвижная часть под номером 6 имеет небольшой подъем, необходимый для сжатия автосцепных приборов в составе, который позволяет расцеплять вагоны перед их сортировкой, и следованием на соответствующей пути подгорочного сортировочного парка. Профиль спускной части 8 горки определяет скорость скатывания отцепов. Головной участок под номером 7 спускной части называют скоростным уклоном. Попадая на этот участок, отцепы быстро набирают скорость, в результате чего между ними создается интервал, необходимый для перевода стрелок. Сразу за скоростным уклоном располагают тормозные позиции, верхняя третья и средняя четвертая, которые регулируют скорость и называются интервальными. После стрелочной зоны 9 на каждом пути находится третья нижняя тормозная позиция. Пять прицельная, из которой отцепы выпускаются с безопасной скоростью, не допускающей сильного соударения вагонов на подгорочных путях. По второму вопросу, скажем так, сортировочная горка состоит из надвижной и спускной частей. Самая высокая точка надвижной части, как мы говорили выше, считается вершиной горбом горки. Надвижная часть обеспечивает подъем состава к вершине, а спускная создает необходимое ускорение отцепам для отрыва их от состава и прохода вглубь сортировочного парка. Для остановки отцепов и создания интервалов между ними требуются специальные тормозные средства. Место, где тормозят вагоны, называют тормозной позицией. Если на горке есть специальное устройство для торможения вагонов, вагонные замедлители и горочная автоматическая централизация стрелок и сигналов ГАЦ, то она считается механизированной. Если нет, не механизированной. Рассмотрим технологию расформирования на механизированной горке. Горочный локомотив заезжает в парк приемов, возсостава. Затем машинист, пользуясь показаниями горочного светофора и указанием дежурного по горке, надвигает состав на горку. Расцепщики на основании сортировочного леска расцепляют вагоны, следующие на различные пути. Операторы горки, в зависимости от скорости скатывания, длины и чередования отцепов с разными ходовыми свойствами, выбирают режим торможения и создают разными ходовыми свойствами необходимые интервалы между ними на первой и второй тормозных позициях. Вагонные замедлители имеют несколько ступеней торможения. Выбор ступени зависит от скорости движения отцепа, его массы, погодных условий, расстояния до впереди идущего отцепа, свободности сортировочного пути. Легкие вагоны тормозят только на первой и второй ступенях. Стрелки переводят с постов управления горочные операторы. ГАЦ позволяет централизованно управлять не только положением стрелок, но и горочными светофорами. Маршруты набирают, пользуясь сортировочным листком, переданными дежурными по горку ДСПГ. Операторам постов, если горочные операторы, управляющие замедлителями второй тормозной позиции, находятся на отдельных постах, а не рядом с дежурным по горке по центральному посту, старшему регулировщику скорости движения вагонов. Последний на основании содержащихся в нем данных рационально расставляет работников бригады по соответствующим путям парка. В необходимых случаях после распуска трех-четырех составов дежурный по горке направляет локомотив для осаживания вагонов в сортировочный парк. Третий вопрос нормирования элементов горочного цикла. Расформирование формирования состава с горки является единым процессом, в результате которого вагоны поступают на пути назначения сортировочного парка в порядке, обусловленном планом формирования и правилами технической эксплуатации. Технологическое время на расформирование состава с горки определяется суммированием времени на заезд горочного локомотива в парк прибытия за составом, на двигасоставы до горба горки при параллельном расположении парков приема и сортировочного предварительной перестановки на горочный вытяжной путь, распуска составов с горки и осаживанием вагонов со стороны горки на путях сортировочного парка после распуска, нескольких составов для ликвидации окон между отцепами. Более рационально использовать для ликвидации окон между отцепами локомотивы парка формирования со стороны сортировочного парка противоположной подгорочной горловине путем осаживания отцепов в сторону горки, сцепления и последующего оттягивания их от горки. Технологическое время на расформирование состава с горки представлено у вас на слайде в виде формулы. Время занятия горки всеми операциями, распуска, нескольких составов между двумя осаживаниями вагонов в сортировочном парке называется горочным технологическим циклом. Если разделить технологический цикл горки на число составов расформирования за этот цикл, то получится среднее время расформирования одного состава. Это время называется горочным интервалом. На рисунке 1 приведен график работы горки с одним локомотивом. Если на горке два локомотива и два надвижных пути, то ряд операций выполняется параллельно, а именно заезд, окончание надвига и распуск. Распуск и окончание формирования и так далее. В результате горочно-технологический цикл сокращается. Чем меньше горочный технологический интервал, тем больше перерабатывающая способность горки. Перерабатывающая способность горки определяется по следующей формуле. А затем на основании всех этих операций составляется график работы горки с одним локомотивом. Такой график представляется в технологических процессах сортировочных станций. Контрольные вопросы представлены. Уважаемые студенты, просим вас ответить для контроля ваших знаний на эти вопросы. Благодарю вас за внимание. Лекция на сегодня завершена.